В результате столкновения автомобилей на улице Тихоокеанской в больницу с места аварии доставили женщину-водителя одной из четырех разбитых машин. Три иномарки приближались к месту, где произошло столкновение по улице Тихоокеанской. Лишь четвертая предполагаемого виновника аварии выезжала на эту улицу со стороны завода «Сплав». 22-летний водитель Тойоты Камри не уступил дорогу машинам, которые имели преимущество при прохождении перекрестка. Внимание молодого человека было отвлечено автомобилем, который свернул с Тихоокеанской в переулок, из которого юноша как раз собирался выезжать. Проводив взглядом эту машину, водитель Камри начал движение. Едва его машина выдвинулась на основную дорогу, как произошло первое столкновение с Митсубиши Айртрек. После этого Тойота остановилась, а Митсубиши в результате удара выехала на полосу встречного движения. Там Айртрек врезался в Сузуки Вагон Эйр. Эта машина, в свою очередь, повредила еще одно транспортное средство – Тойоту Филдер, которая ехала следом за Сузуки. На этом передача ударов от одного автомобиля к другому завершилась. Единственная дама, участница ДТП, управляла как раз Сузуки. Женщина была госпитализирована с травмой грудной клетки. Автомобиль, в котором перевозилось двое детей, попал в аварию на перекрестке улицы Суворова и проспекта 60-летия Октября. В Ниссане Марч, кроме несовершеннолетних, ехала и их мама, а за рулем сидел глава семьи. Именно отца автоинспекторы признали виновником в этой аварии. Второй машиной управляла женщина. На Тойоте Витсана двигалась по проспекту от завода отопительного оборудования в сторону села Ильинка. Перекресток дама пересекала на зеленый сигнал светофора. Мужчина с семьей ехал во встречном направлении. На перекрестке он попытался повернуть налево на улицу Суворова. Своей оппонентке виновник признался, что отвлекся как раз на детей, расшумевшихся на заднем сидении машины. Дамскую Тойоту в автосервис повезли на эвакуаторе полной погрузки. Машина виновника смогла покинуть место столкновения своим ходом. Люди в аварии остались невредимы. Субтитры создавал DimaTorzok